Ребята, всем привет! Ранее я вам показывал свой опыт, как я пытался паять SMD компоненты в таких домашних условиях. Используя трафарет, печатанную паяльную пасту, наносил на плату пасту, потом наносил компоненты. Вот сделал даже себе такие, как кассетницы, из которых можно достаточно удобно доставать компоненты, чтобы они не сильно так рассыпались. И запекал все это, естественно, в печке. Я купил специальную духовку, специально смотрел, чтобы там были именно тены, нагреватели. А не инфракрасная. Я купил ее бушной, там в ней что-то жарили. И стоила она мне около 25-30 долларов. Правда, за ней далеко пришлось ехать. Но я рассчитываю туда поставить терморегулятор, который будет по профилю нагревать. Это все нужно, чтобы все было по-взрослому, как положено. И я сейчас в процессе, я это все делаю. Но когда я на видео это все паял, я поставил термопару и следил, примерно, за температурой. А потом уже, когда я паял, я уже знал время, за сколько она нагревается до нужной температуры. Я просто засекал время и получал все просто идеально. Это настолько быстро. Вручную я, ну не знаю, наверное, две платы только смогу сделать. А вот так я смогу десяточек сделать. То есть это очень классно. Качество как завода. Но если ты хочешь, чтобы твою печатную плату действительно собрали на заводе, то сейчас у тебя есть интересная возможность. Желси по себе говорят, что ты можешь якобы заказать эти платы за 0 баксов. На самом деле они имеют немножко другое в виду. Можно посмотреть, если посмотреть дальше. Они говорят, что ты можешь стоимость всего вот этого изготовления оплатить при помощи купона. На самом деле хотелось бы, конечно, чтобы всю стоимость, но по факту получается часть стоимости. Они пишут, что каждому пользователю они дают купон на 24 бакса. Ну, например, хотя не один купон на 24, а три купона на 9, 9 и 6. Ну и в итоге, если посмотреть, то вот видно, что человек оформил какой-то заказ на много-много денег и взял купон на 9 баксов. Итого у него вышло, ну вот тут 12 баксов плюс 18 баксов плюс 6 баксов. Там вышла какая-то сумма. И в итоге из этой суммы вычитают 9 долларов и получают что-то со скидкой. Есть такая интересная возможность. Если хотите, можете попробовать, потому что на самом деле это очень и очень будет для вас интересный процесс. И это кажется, и даже мне многие пишут в комментариях, зачем ты паяешь, да отправь все в Китай, там все ребята из Китая сделают очень и очень быстро и очень и очень качественно. На самом деле все это, ну а еще, да, бесплатно практически сделают. Мол, дешевле, чем тебе сидеть самому паять. На самом деле я заказывал сборку печатных плат. И на самом деле я вам рекомендую, вот если вы хотите попробовать, хотя бы там 5 штук или 10 штук закажите. Это на самом деле очень интересный процесс, чтобы через это пройти, прочувствовать. Потому что, ну, во-первых, вам кажется, что вы отправили, ну или тем, кто пишет в комментариях, что ты просто отправил файлы куда-то на почту, отправил деньги тоже куда-то, и тебе, допустим, через там пару недель пришли уже там готовые платы, которые ты просто уже сразу упакованный, ты их, грубо говоря, можешь сразу же перепродать и заработать денег. А, еще и продадут за тебя их. На самом деле, все не совсем так. Тебе придется каждый элемент описать, что это за элемент, где они его могут взять. В идеале, конечно, чтобы ты дал им ссылки на их вот этот сайт, OCC Company. Кстати, сайт классный, я отсюда брал много компонентов, никогда не было проблем. И цены тоже адекватные. Я брал рассыпуху, брал светодиоды, но брал бобинами. Ну как, одну-две бобины, но бобинами брал там по 5000 штук. Вообще проблем нет, качество хорошее, все хорошее, и цены вот именно по рассыпухе, они примерно как на Алиэкспрессе. Ну так вот, перейдем к нашим баранам. То есть тебе придется каждый компонент расписать, что где куда. Потом тебе спросят, скажут, что вот этого нет, а вместо этого мы хотим вот это поставить, или лучше вы нам выберите что-то другое поставить. А потом выяснится, что где-то что-то не встает, и поэтому тебя попросят что-то переделать, или что-то где-то, ну они не могут это поставить, потому что ты там слишком близко что-то поставил, допустим, вот эту микросхему слишком близко сюда, и так далее, и так далее, и тому подобное. На самом деле это очень-очень интересный процесс, но когда я заказывал в прошлый раз, я заказывал 10 плат, и они вышли в очень-очень-очень кучерявую стоимость. Но заказывал я не на JLCPCB, заказывал я в другом сервисе. Возможно, с тех пор все стало действительно намного дешевле, более того, можно купончиком оплатить какую-то часть. Но, тем не менее, я подумал, что мне намного выгоднее заказать трафаретик, желательно заказать там 2-3 трафаретика под все мои печатные платки, и спокойненько мои бешеные количество по 10 штук каждого за вечерок дома спокойно запаять, и это будет и экономически выгоднее, и быстрее, и компоненты все у меня есть, и мне не нужно объяснять, где какой компонент взять, все это согласовывать, и так далее, и тому подобное. На мой взгляд, выгоднее заказать трафарет. И вот с трафаретами все тоже очень-очень интересно. Вот здесь можно выбрать сразу стенсил, и если я, допустим, выбираю без рамки, то видно, что трафарет, допустим, возьмем какой-то 380, да, вот из этих вот, самый маленький берем, потому что плата у меня тоже маленькая, и видим, что без рамки трафарет стоит 8 долларов, доставка стоит 28 долларов. А как только мы ставим с рамкой, то трафарет уже стоит 13 долларов, то есть, грубо говоря, плюс 5 долларов, и доставка тоже там плюс 4, плюс 5 долларов. В общем, заказал 3 абсолютно одинаковых трафарета, то есть, тут одни и те же гербер-файлы, и видим, что они стоят по 8 баксов, то есть, так как они без рамки, то это по 5 баксов с каждого, и того, грубо говоря, получается 15 баксов. Тут сейчас стоит доставка 109 баксов, это потому что, скорее всего, она DHL, да. Если поставить FIDEX, то цена сразу станет. Вот, смотрите, 3 трафарета, 35 долларов доставка. То есть, грубо говоря, по 10 долларов каждый трафарет. А теперь я сделаю то же самое, но трафарет с рамочкой. 35 долларов вместо там получается 24, 4,5 килограмма. То есть, естественно, стоимость уже будет, дай боже. Давайте посмотрим это. Итак, стоимость как у самолета, но FIDEX тоже мы будем доставлять самолетом, при этом стоимость становится нормальной. Смотрите, 3 трафарета без рамки вместе с доставкой мне обходится в 50, там, 1 доллар. А 3 трафарета с рамкой того же самого файла мне обходится в 92 доллара. То есть, ну, грубо говоря, так в 2 раза дороже. Поэтому выгоднее заказать трафареты без рамки. Я специально использовал трафарет с рамкой, потому что для него удобно изготовить достаточно простой принтер. Вот я его сам сделал, там, пару болтов, пару уголков. И он, в принципе, готов. И я могу болтами немножко подстраивать вот эту вот поверхность, на которой плата, чтобы точно попадать апертурами. Но есть Макс, который уже давным-давно паяет тоже так в домашних условиях. СМД компоненты на плату. Он занимается подсветкой для аквариумов. Он сам их проектирует, сам их паяет. И я так понимаю, что он продает. Видео, как это все работает, вы можете посмотреть у Макса на канале. Именно как это аквариумовая подсветка, RGB-шная. Ну, очень красиво. В общем, ссылка на канал Макса будет в описании. Можете перейти, посмотреть. И, что интересно, он снял видео, как он это делает. И у него тоже была вот эта проблема с трафаретами. Ну, именно с ценой трафарета. И он эту проблему решил. И очень изящно и элегантно. Реакция на видео на СМД. Так, я включил скорость чуть побыстрее. Макс, ты извини, твой голос будет чуть побыстрее. Привет. Привет, Макс. Привет, Макс. Не против? Вот. Прежде всего, спасибо тебе за твое видео. Пожалуйста. Ну и как обещал тебе видео по принтерам, как я это вижу, как я это сделал. Давай. Да-да-да. Это вот такие доски. Тоже же LCPCB. Их ставят для того, чтобы жесткость была, чтобы трафарет по доставке не разъехался. А, собственно, извиняюсь за блики, у меня освещение не подготовлено. А вторую использовал как основание. Что я сделал? Прослеил четыре отверстия и стену взял. Ну, в данном случае взял куски печеных плат и просто придавил, как с рубцинками, сдавил трафарет. Ну, его чуть можно, если что. То есть, грубо говоря, плата стоит неподвижно, а трафарет чуть-чуть подогнал, зажал и все готово. Согласен, у меня магниты и вот эта проблема есть. Я вот стилаю один, два, три, там, четыре листика постелаю, чтобы выровнять, да, вот это уже в тонкости в сети сделать. Сразу же вопрос твой предвижу, да, то, что в данном случае нет возможности регулировки, извини, регулировки печатной платы соосно до трафарета. Скажу следующее. Данное, ну, это под сборку, да, под выкат. То есть, тут есть печатных плат, маленьких полосочек таких. Вот, они идут так же под выкатом, они идут цельной платы, да. Вот. Я заказывал уже четыре партии разных. То есть, ну, один раз заказал, выработал, второй раз заказал, выработал, так, пять раз. На протяжении уже полугода этим трафаретом я пользуюсь, вот. И каждую партию, когда я заказал, получаю, кладу сюда сборку хват, да, вот это десять штук, они попадают всем четко. Не надо, не надо ее вертеть, да, этот трафарет, чтобы выровнять. Я вот как затянул один раз эти винты, первый раз, когда плат настаивал. Все, вот реально, я сколько уже этих плат надпировал, я ни разу эти винты вообще не трогал. У меня, если честно, была вот эта же боязнь, и именно поэтому я делал вот эти все настройки, потому что мне казалось, что эти все платы, они будут гулять, но по-хорошему их делают станок, а не человек, и приходят десять штук, они вот, ну, все один в один, вот, вот прям как на подбор, как с завода, хотел сказать. Затроните второй вариант, вариант принтера покажу. Так, там пишется все, да, вроде пишется. Пишется, пишется. То же самое, та же, второй комплект получил, ну, другой трафарет, так же на этой основе плит сделал. Тут немножко другой трафарет. Здесь трафарет, сто процентов двусторонняя, наверное, печатная плата, и он заказал, чтобы ему одну сторону сделали слева, другую сторону справа сделали. Такое можно делать, и таким образом вы можете, если у вас плата маленькая, трафарет, что вы понимали, нельзя сделать вот такой вот маленький. То есть у них есть определенные стандартные ряды, и они делают все по стандарту. И если у вас даже плата вот такая вот, то у вас будет вот такой же огромный трафарет. И ты можешь их попросить, ну, там, в принципе, в опции ты можешь выбрать. На одном трафарете разместить как в верхнюю сторону, так и нижнюю сторону. Это тоже очень удобно, когда платы маленькие, ты, допустим, одну сторону с этой стороны катаешь, другую сторону с этой стороны катаешь. Это, ну, реально удобно. И недорого, ты платишь только за один трафарет. Это никак не влияет на цену. Они вообще в этом плане, ну, просто красавцы. Я заказываю без рамки, потому что, во-первых, рамка, как ты сказал правильно, она значительно дороже, и сам трафарет дороже. И в Россию, то есть если я закажу в рамке трафарет, он простой авиапочтный, ну, стандартная почта, самая дешевая доставка. Они не отправляют почему-то, да? Да, потому что габариты, габаритные размеры, они выходят за вот эти вот стандартные авиапочты. Это все правильно, это все правильно. И даже вот когда я заказываю DHL или Fidex, то там стоимость доставки очень сильно прыгает. Это простой трафарет или трафарет с рамкой. А если их несколько, то там вообще жопа получается по итогу. Только вот этими дорогими доставками, которые там стоят два раза дороже, чем сам трафарет. В общем, вообще реально дорого получается. Вот я заказываю просто листы нержавеющие. А еще нюанс, кстати, может тебе тоже об этом пригодится, будешь знать. Как ты правильно сказал, можно сделать, да? То есть выбрать в JLC там либо одну, только верхний слой сделать, либо сделать верхний слой, нижний слой, либо только нижний слой сделать. Я попросил JLC, вернее, когда заказ закидывал, то есть я закинул такой заказ, вот только половину, вот эту вот часть. И плату заказывал такие же, и плата такие же заказывал, и трафарет. Но в примечании в комментарии просто JLC написал, ребята, сделайте мне... Мультипликацию. Оставил, выбрал. А, видите, я немножко его неправильно понял. То есть он короче хочет за один раз прокатывать сразу две платы. Вообще, конвейер. Вот он, да, передний слой, но в комментариях написал, ребята, сделайте мне два передних слоя. да то есть они в этом плане реально крутые то есть они все понимают и все делают очень очень четко очень очень быстро и нет вот эти вот а чтобы это сделать надо там денег доплатить надо это надо это там кучу согласования не они вот в этом плане ну это все стандартизировано это все пони этим занимаются то есть они в этом профи одинаковые так и стал сделать два раза больше я могу сюда положить две платы здесь провести ракетом здесь провести ракетом и снять за сюда две платы сделал так попросил мне сделать это нельзя то же самое обновление сделаю жесткая один раз плат у нас этот трафарет бывает я тоже я на это очень внимательно обращаю внимание потому что одно дело когда ты там сам лутом что-то делаешь плату ты ее там быстро сделал и увидел пытались собрать увидел что-то не так а фигня взял еще одну сделал и ну потратили несколько часов лежит и отправил заказ ждешь его какое-то время заплатил кучу бабок и тут тебя очень стимулирует еще раз и еще раз бери проверить все перед тем как загадать потому что ты отваливаешь свои бабки и они сделают именно так как ты их попросил и если ты там где-то что-то накосячил только вся кто-то он придет с таким же косяком это потратишь еще кучу времени кучу денег поэтому да вот 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 эти вот штуки я несколько раз перепроверяю то есть я сначала перепроверил убедился что все хорошо я на следующий день еще раз это все перепроверяю уже как бы заново чтобы убедиться что мне действительно все хорошо и потом потом заказы платы а если бы я заказывал их наверно тысячами штук то я бы проверял еще тщательнее идея крутая попробую но это я просто пробовал я пробовал чтобы понять вообще рабочая тема не рабочая но вот у меня уже есть помпа есть клапан есть шприц такой но надо да надо надо еще что-то сделать я к этому как бы иду сейчас уже есть идея уже есть детали размеры скоро буду гнуть железо и сделаю себе кое-что что очень сильно упростит задача это я просто пробовал я просто начинал и вот так вот потихоньку потихоньку ты будешь обрастать каким-то мясом ким на инструментом каким-то самодельным инструментом то что готовые заводские изделия не стоят корских денег которая будет упрощать тебе жизнь и в итоге ты будешь это делать быстрее качество и сделал такую что мы делаем берем верхнюю пленку перетелка компрессора нужно занял буквально минут 40 силы разбирался клапана он либо будет дует либо будет сосать ну все понятно все понятно я купил себе паркер офигенный насос с кота медицинского оборудования но опять же этот паркер это нужно заказа где-то его я в данном случае бушный заказал китай тоже новый такой по 200 баксов стоит и это нужно его ждать а вот такой вот насос ты можешь аквариумный купить где угодно то есть у нас есть несколько магазинов которые рыбы продают на базаре у нас есть отдел где продаются эти корма для рыбы аквариумов и есть вот эти вот насосы либо ждать тебе кучу времени либо пошел купил и ты буквально за час времени ты уже можешь иметь этот пинцет то есть это это удобно надо быстро так музыку то youtube будет ругаться ну да прям конвер фигачит а несколько светодиодов выводить а потом ставить это неудобно потому что ты можешь чуть-чуть ударить в один светодиод ведь это лента дергается и все остальные там перекручиваются и потом сидеть их ну я уже с этим попадал то есть я вот тут вытаскиваю достаточно большое количество и потом стараюсь очень аккуратненько в рай то 6 лет чуть-чуть кну пинцет но этим сильнее то я взял просто инсулиновый шприц у него тоже есть вот это именно инсулиновый есть разный инсулиновый есть инсулиновый который уже идет с иглой на есть инсулиновый в которой ты можешь эту иглу обычную медицинскую накручивать я взял такой и в принципе тоже то же самое сделал тоже взял капельницы если нужно брать не капельница нужно купить тонкую трубку именно от вакуума но не от вакуума от воздушной системы потому что у капельницы у нее стенки очень тонким и вакуум ее сжимает а если взять вот эту вот трубку для воздуха там уже стенки более толстой и она такая более жесткая то есть ну вот этот небольшой вакуум он ее не не сжимает а тут у меня капельницу сжимает постоянно машина отдыхает да да я понял я себе просто еще клапан поставил и это удобно что не нужно вот эти вот движения делать хотя с другой стороны у меня клапан стоит в другом конце шланга и когда вот допустим я взял компонент вакуум создался по всей длине шланга и потом я нажимаю педаль и вместо вакуума в эту ну отпускаю точнее педаль то есть я нажимаю педаль создается вакуум я беру компонент и все у меня уже как бы система закрыта и в этом шланге вакуум в капельницы кроме шланга вакуум начинает все более 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 глубоким я поставил компонент на место я убираю педаль у меня вот этот клапан он отключает от помпы шланг капельницы и подключают обычный атмосферный воздух. И дальше происходит следующее. Так как дырка вот здесь вот закрыта, то пока этот воздух через отверстие клапана наполнит вот эту вот трубочку, но проходит какое-то время. Тем более, когда вакуум ее сжимает, а потом воздух, она должна там еще чуть-чуть разжаться. То есть это не совсем удобно. Наверное, если будет... Ну, данная штука еще более неудобная, что нужно постоянно, но он привык. Мне нравится, чтобы я поставил, убрал педаль и сразу же убрал это самое, и он не... Ну, компонент никак не цеплялся. Все, без проблем, видишь? То есть сила у него потает. Ну, да, и ты ее вот забиваешь. Поначалу сделал отверстие, да? То есть в принципе, отверстие зажимаем, берем элемент, да, и потом ставим и отпускаем. Но это неудобно, кстати, когда у тебя... Это неудобно. Именно поэтому я себе поставил педаль, потому что я тоже думал поставить какую-то кнопочку или еще что-то, но когда ты маленький компонент держишь, тебе нужно вот постоянно вот ты пальцы на то прикрываешь, то отпускаешь, то прикрываешь, то отпускаешь, у тебя носик немного дергается. То есть ты подносишь маленький компонент, вроде ты его правильно поставил, и потом, когда ты отпускаешь носик, у тебя вакуум там еще не отпустился, то есть компонент еще держится, и немного размазываешь пасту. Надо прям очень все это аккуратно делать. А так, когда у тебя педаль, ты просто поставил, отжал педаль, и у тебя рука никак не дергается. Ну, на мой взгляд. Паста, да, клеит, хорошо. Но вообще я стараюсь сделать следующим образом. Если у меня есть какие-то, допустим, те же светодиоды или компоненты, которые имеют полярность, то я стараюсь их на плате ориентировать все одинаковые. То есть, допустим, если у меня есть красные светодиоды, допустим, то я их стараюсь все, все красные на плате ориентировать одинаково, если это возможно. Ну, очень часто это возможно. Таким образом, чтобы, когда я поставлю бобину, чтобы я мог их брать, не переворачивать, чтобы не делать лишних движений. Потому что именно вот этим вот ручным, там на 180 градусов разворачивать неудобно. Ну да, то есть в любом случае быстрее взять и сразу же поставить, чем взять вот тут друн-друн-друн и поставить. А тем более, если ты все поставишь на 180 градусов. Ну, естественно, проще плату развернуть, ну, это понятно. И еще, чем это интересно, когда ты все ориентируешь одинаково, ты уменьшаешь вероятность ошибки. Потому что тебе не нужно думать, что ты взял, ага, нужно развернуть, нужно это, это так стоит, это так стоит. А когда все одинаково, ты просто берешь и бездумно ставишь. Просто ставишь, как машина, как робот. Ну, не так быстро, как Макс, конечно. Развернул 180, поставил. Обалденно, что так. Что еще хотел показать, это, ну, это один элемент. Один компонент, вот так. Да, ну, бывает, их рядом еще там резистор, конденсатор, что-нибудь. Ну, несколько ставлю, да. Вот, другая у меня, она я вот так вот сделал. То есть из-за секвасии там извратился. А, ну, примерно плюс-минус то же самое. Да, купи, кстати, 3D принтер, вообще вещь обалденная. Вот, если что-то конструируешь, что-то делаешь, это просто, просто супер. Хотя, с другой стороны, сейчас у нас цены 10 центов стоят один грамм. То есть тебе проще, если тебе там вот, ну, нужно там распечатать пару кассет, это будет стоить там 10-15 долларов. Просто скинул 3D-модель, принес деньги, тебе сделали эти штуки. И не надо настраивать, не надо кучу денег замораживать. Единственное, что ты можешь попробовать, тут же поменять, тут же это, то есть меньше времени уходит. Ну, короче, если нужно всего лишь пару деталей, то проще заказать, чтоб тебе сделали, чем самому играться с принтером. Принтер – это не такая штука, как ты привыкнул к бумажным принтерам. Ты нажал Ctrl-P, и у тебя лист выехал готовый. Там надо и поднастроить, и подыграться, чтобы запустить, и где-то там свет пропал, у тебя все это пропало, тебе надо заново запускать, куча пластика убита. Да, то есть, короче, есть головняк, но интересная штука. То есть, надо взял-ка этот, надо взял-ка этот. Он у меня не заправлен, то есть, здесь полочка сделала, у меня заправлено. Полиэтилен, чтоб он сюда не лез, а все он не задит. Да, да, я понял. Ну, вот примерно, какие вот эта штука, что у меня. Да, я понял, я понял. Заправил в один раз, да, ленту зарядил и пошел работать. Все, то же самое, кстати. Все, зарядил и работает. Вот так вот, вот так вот. И еще момент, тоже обратил внимание, как ты устанавливаешь андышки, да, у тебя просто лежит печатная плата, т.е. у тебя сбор когда мультиплата лежит с выкатами. Тебе надо далеко, и можно рукой кламярную пасту снести, и компоненты носить. Да, согласен, есть проблема. Да, когда я расслабляю, да, у меня заряженная лента не буду. Сделал вот так вот. Сделал бортики. Здесь бортики, здесь соответственно бортики. Если у меня есть большие печатные платы, я ее просто продвигаю, чтобы рукой взял компонент, куда-то сюда унести, надо, да, на печатную плату, неудобно, далеко бегаешь рукой. То есть, соответственно, беру печатную плату, оп, задвинул. Да, это очень крутая идея. Я сейчас себе, кстати, делаю такой небольшой стол, где моя рука будет стоять, и он будет как бы перемещаться. И если у меня с этой стороны будут стоять компоненты, то я смогу раз, 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 раз. При этом рука у меня будет на столе. Ну, по крайней мере, так кажется. Посмотрим, что получится. Там можно показать что-то. Я бы прорекламировал. Надо здесь вот эту часть и поставить компоненты. Беру, ставлю здесь. Все, надо подвинуть. Пододвинул, работает. Рука у меня на этой штуке лежит, то есть я никак печатную плату не поврежу. Все поставил, надо сдвинуть еще сдвинуть, да? То есть я работаю. Даже с большим, вот такая фото нахват она. 13 на 19 по размеру не берем. Даже ей, пожалуйста, делать что угодно. Сборки то же самое. Маленькие положил там, сколько надо, да? Тоже самое положил сборки. То же самое берешь, работаешь. Надо пододвинуть, пододвинуть. То есть вот очень удобно. В этом времени не комит. Да, причем очень-очень простое решение. Просто панель с ножками, грубо говоря. Действительно очень удобная. Красавчик, молодец. По поводу печки, в которой ты, собственно, жарил, да? Песятные платы, выпекал, запекал, как правильно сказать, не важно. В общем, тоже я думал долго по поводу печки. Много видео есть на эту тему, да. И все, в принципе, используют такие, такого же плана печки как у тебя. Вот. Ну, я думаю, ты уже сам понял, что данные печки, блин, их надо очень сильно переделывать. На самом деле, я там ничего вообще не переделывал. Абсолютно ничего. Единственное, что я буду туда добавлять термоконтроллер, который будет по профилю это все прогревать. И все. Это вот единственная будет переделка. Хотя я видел, действительно, там люди заморачиваются, делают какую-то там теплоизоляцию. Короче, ну, очень-очень сильно заморачиваются. Дело в том, что эти все печки, они сделаны максимально дешманским способом, чтобы они были максимально дешевые. И они, наверное, рассчитывают на то, что там будет запекаться раз в месяц, там какая-то курица на 20 минут или вообще-то что-то подогреваться. Вот. Поэтому там все очень плохо в плане равномерности прогрева и все такого. Но, честно говоря, проблем у меня не было. Да, я вижу, что у меня, допустим, в середине печки компоненты уже начинают плыть, а с краю возле стекла они еще не начинают. То есть нужно еще подождать секунд 20-30, когда они тут. То есть я вижу, что от стекла много уходит тепла. Но если платы небольшие, то их ставишь туда подальше. от стекла в максимальном углу и все плюс-минус нормально. Но качество пайки просто идеально, просто как с завода. Но нужно делать контроллер, чтобы не следить за временем, за температурой. Я просто нажал кнопку и ушел заниматься своими делами, а он все остальное тебе сделал. Ну, я на примере микроволновки тебе покажу. Переделывать в плане чего? То есть ты уже сам понял, что прожарка идет неравномерно. Да, центр пропекается гораздо раньше, края, стенки холодные. Вот видите, он делает это, и я это делаю. И вот мы оба приходим к одинаковым результатам, к одинаковым мыслям. И это прикольно смотреть вот именно, ну не то, что прикольно, а именно полезно смотреть видео человека, который уже через это проходил, потому что его опыт, он ценен для меня. Я тоже это проходил, и я что-то свое вычерпываю, вычерпываю оттуда интересное для меня. А в чем-то я убеждаю, что вот я тоже словил эту шишку, и вот он словил эту шишку. Значит, мы оба правы. Нет, да, то есть края медленнее прогреваются. То есть получается, ты центральные платы пережариваешь, да, перегреваешь. Вот, если какие-то отрезные компоненты, то можно, собственно, и перегреть. Соответственно, тебе нужно полностью разбирать, да, духовой шкаф, утеплять его, минуватывать и делать и так далее. Как ты сказал по поводу вентилятора, вентилятор поставить. Ну, тоже я думал на эту тему, все не так просто. Нужно искать жаростойкий вентилятор, да. Да, 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 нужно что-то с железными лопастями, причем как-то вал нужно отодвинуть, потому что этот вал тоже будет прогреваться. То есть там, да, там не так просто. То есть я хотел, чтобы двигатель вентилятора был за печкой, шел вал через печку, и уже в печке стоял вентилятор, который бы, ну, маслал воздух. Ты брать, например, опять же, с микроволновки его брать, туда его как-то врезать, монтировать. Ну, это поверит целый геморрой. Я уже попытался сделать такую печку под себя, под себя сделать уже под печатной платой, целый геморрой. В общем, что я тебе рекомендую, это возьми микроволновку. Вот, микроволновку, которая, соответственно, имеет функцию конвекции, да, резкости нету, вот, функцию конвекции. Обалденная тема. Вот я купил микроволновку, там какая-то резкость, лыжа, да, была. На сайте частных объявлений, по ушкам, купил, мне нужна была чистая конвекция. Прикол что? Ставим конвекцию. И, короче, микроволновкой, в чем плюс, мы убиваем сразу троих зайцев как минимум. А что конкретно? Первое, там же есть вентилятор, да? Это раз. То есть внутри микроволновки, внутри камеры, идет циркуляция воздуха. ТЭН, соответственно, тоже там спрятан, и он не жарит сами платы, как ты включал, нижний подогрев, потом включал, верхний подогрев, да? То есть ТЭН расстреляется и горячим воздухом очень сильно жарит платы. То есть внутри духового шкафа еще прохладно, да, но сами платы, они уже будут более, очень горячие, ну... Ну, понятно, да, да. Вот, как у тебя там термостат стоял, да, термопара стояла над платами. То есть она была 180, 170, но у тебя уже паяльная паста оплавлялась, да? То есть это говорит о том, что платы у тебя уже имеют гораздо большую температуру, чем термопара у тебя надплаты. Вот. В чем прибор конвекции? Что она плавно прогревает воздух до той температуры, которая нужна. И платы, ну... Кхм, господи, заговариваюсь, извини. Паяльная паста, она плавится равномерно по всему, по всей камере. Плюс ко всему еще сам поднор закручивается. То есть у тебя, ну, поверил, я... Давай, вот так покажу. То есть сделал такой гриль, заводского гриля у меня нету, да, играловка без него было. Сделал гриль, натянул сеткой, ну, видно уже, цвета побежала сюда, да, то есть платы жарят. Вот. На него ставлю платы, они все на нем грузятся и все равномерно пропекаются. Конечно, минус того, что он имеет круглую форму, да, а не... То есть квадратный его прям... Ну, порядка. То есть большое количество платы, они начинают края, края вырезать. Но, тем не менее, ну, помещается. Получается диаметр 30 сантиметров. На 30 сантиметров можно достаточное количество платы положить. А, кстати, вот, еще плюс, ну, не плюс, просто расскажу. Печатные платы, когда масло... Я, как заговариваю, паяльную плату, пасту, ленткой нанес, вот, и положил печатные платы рядышком. Вот, я себе сделал такую стойку, просто, опять же, скучно, вот, старого стекла. Типа, как, если помнишь, были поставки под кампагийской. То есть я паяльную пасту нанес на плату и сюда ее положил. Вот так вот, и забиваю, она у меня на столе стоит. Соответственно, потом я их достаю и начинаю монтировать компоненты. И обратно сюда же убираю. Потом опять же достаю и печатные платы ставлю уже на дверь и ставлю микроволнов. Сразу грунт, микроволны я здесь не использую, понятно, только конвекция. Ну да, это понятно. И еще один какой-то плюс, тут довольно точный термостат. Вот, в твоей печке, там, ну, ты знаешь, механический термостат, да, у него там погрешность сумасшедшая. И там без контроллера температуры не обойтись. Здесь ставишь только на то. И он держит температуру, кстати, очень даже точка, там, плюс-минус 10 градусов держит. Вот, ну, касательно моей температуры, этой микроволновки, тут просто он чуть-чуть не врет. Врет, не знаю, ну, кто-то сегодня, либо на заводе так сделал, либо врет от возраста, да. То есть она где-то градусов на 30 врет. То есть если ставлю 200, то там внутри где-то по факту получается 170. И, ну, то есть, соответственно, термопару я ставил, контролировал поначалу, когда пробовал, да, все это дело отлаживал. То есть он на 170, 160, 170, 160, 170 вот так вот держит. Соответственно, я накручиваю, там, ставлю 230, получается по факту где-то 200 градусов. Ну, я ставлю 240, чтобы получилось 210, нормально. То есть, ну, отлично получается. 230-240 вот так вот ставлю, и отлично. Еще, как, собственно, сам процесс выпекания, да, плат происходит? Сейчас у меня плат нету, на чем сконтировать, ну, нет, нет необходимости, поэтому. Покажу, как я делаю. Так, опять, конвекция, да, ну, вот сколько я видел, смотрел про заводы, то есть они с нуля каждый раз печки не греют, когда проходит по ней печатная плата. Да, и если у тебя, ну, большое количество, то есть не будешь каждый раз, ну, то есть, прогрел платы, пропаял их в печке, соответственно, потом открываешь духовку, да, чтобы она полностью до комнатной температуры остыла, заново засовываешь туда плату, заново ставишь, нет, ну, так очень долго процесс, феном быстрее будет. Как я делаю? Я сейчас на микроволновке вообще не стою, я туда печатные платы поставил и иду занимаюсь дальше своими делами. Ну, реально я в ней большое количество платы сделал, процесс отработал. То есть, как это делаю я? Поставил, соответственно, на 200, 240 градусов, да, ну, тут врет сам этот термо. То есть, ничего как контролирует, но он занижает на 30 градусов, как уже говорили. Ставлю на двери на 240 и ставлю на 15 минут, это без печатных платы просто прогреть шкаф. Потому что это голый кусок железа, там, ну, вообще теплоизоляции я разбивал, теплоизоляции никакой нету. Но, несмотря на это, благодаря тому, что воздух внутри циркулирует, повторюсь, платы пропекаются все равномерно и у стенок, и в центре. Даже я бутербродом, короче, сделал. Сейчас покажу. То есть, есть у меня еще железо, да, то есть, я наставил сюда печатные платы, сверху поставил железо, да, тоже, V-образную изогнули, и сюда еще сверху ставлю печатные платы. И первое время, соответственно, наблюдал, пропекаются все четко, даже внизу, вверху все пропекаются равномерно, на плюс-минус 10 секунд. Начинается у всех оплавляться припой. То есть, возвращаемся сюда. Ставлю на 15 минут и ставлю прогрев. 15 минут ну и соответственно минут 18 наверно ставишь на чтобы он то что припой расплавляется за три минуты а то есть я 15 минут уходит на то чтобы это все железо прогреть а потом он уже с прогретого состояния нам градусов 70 80 уже за 3 я просто хотел сказать что ничего себе за 15 минут он до 180 греется у меня там пять минут максимум проходит весь процесс 30 секунд ставлю запасом чтобы где-то что-то мало ли чтобы уже точно про какой-то четыре с половиной минуты у меня это печатная плата пропавляется причем я монтирую 99 процентов платы это светодиоды я там светодиодами занимаюсь на своей специфике вот и в ней уже реально почти год я наверное платы делаю может чуть меньше полгода то есть все четко работает диоды не вылетают то есть скажем так понятно что термопрофиль я здесь не соблюдаю но диоды то есть даже не дезистор а светодиоды хорошие фирменные то есть они себя прекрасно чувствуют и после микролон после конвекции после такого режима все четко работает на яркость не садится световой поток не падает ну да светодиоды они достаточно нежные они очень требовательны к тому как они будут запаяны здесь действительно это микроволновка это одна крутая вещь если бы найти на авито я искал у нас специально электродуховки микроволновки честно говоря с функцией гриля не искал и у меня была задача поставить эту духовку и чтобы в ней отслеживался профиль то есть собрать термоконтроллер который будет отслеживать этот профиль то есть я бы на такую даже не смотрел даже если бы на такую смотрел то все равно задачи чтобы потом все это гнать по профилю но опять же я попробовал и у меня и без профиля тоже все классно получается но хочется делать чтобы все было все было правильно все было качественно и еще я хочу чтобы после того как он прогреет так у меня будет свой контроллер но у меня будет включаться сразу же вытяжка на определенной температуре потому что когда он уже начинает флюс дымить там уже из печки уже начиная все это выходить я хочу чтобы включалась вытяжка примерно при температуре где-то 150 градусов то чтобы этот контроллер я включал и потом уже когда температура дошла там все он постоял пропекся чтобы дверь немножко приоткрывалась чтобы вот этот вот воздух со всей этой дрянью опять же улетал вытяжку и потом она постоит там какое-то время там пару минут и она мне пищит что я могу подойти и забрать платы когда их уже могу реально руками взять то есть немножко такую более продвинутую штуку я хочу в итоге сделать но по-хорошему вот сейчас если бы допустим я бы нашел вот такую вот штуку то наверное я бы ее использовал но я так уже потратил уже много всего купил то пути обратно может быть не важно поэтому рекомендую поэтому я тебе рекомендую смело потому что сам проверил на себе на светодиодах делаю также на продажу поэтому если что то я буду крайне поэтому на сто процентов уверен в эту технологию что-то еще хотел сказать а и плюс какой когда николоновка то есть отчет закончился да то есть давай отключу я покажу девять сейчас она быстро закончится после того как загорелся энд все там включается внутренний вентилятор для циркуляции воздуха да и он начинает охлаждать камеру то есть тебе не надо потом что получится ждать или экстренно вытаскивать печатные платы чтобы они там не перегреть то есть микроновка сама за тебя уже это все делает и врубает по завершению прогрева врубает вентиляцию и охлаждает духовый шкаф то есть идет охлаждение температуры и через минуту она тебе даст звуковой сигнал что прошла минута и то есть как я уже для себя технологию отработал спустя минут температура на печатных платов опускается до 150 до 140 градусов то есть со 180 где-то 190 на платы на печатных управления 190 в этом периоде то есть 200 до 150 за минуту остывать в принципе нормально ты вытаскиваешь один вот этот гриль и ставишь уже другой заряженный гриль если бы я вот сейчас бы пробовал вот после просмотра этого видео я буду действительно уже бы искал бы микроволновку с функция гриля вот такие вот цифровые которые действительно поддерживать температуру точно с функции еще конверсии действительно я бы сейчас искал но я уже купил себе все что мне нужно и и все что нужно для того чтобы собрать это сам терморегулятор и даже потратил кучу времени на это так что ну пути назад быть не может но на видео очень интересно я думаю вы из данного видео тоже почерпнули что-то для себя интересное и полезное это опыт человека который в домашних условиях паять светодиоды и это опыт человек который действительно что-то делает это не опыт кого-то кто форумы там начитался и рассказывать как все там должно быть все хорошо а именно именно человека который который через это все прошел поэтому этот опыт очень и очень ценный в итоге так и получается трафарет без рамки в разы дешевле вот в этой посылке у меня три трафарета без рамки а это одна посылка в которой один трафарет с рамки как как видно то есть он по размерам больше но и стоит сказать что здесь их три я думаю если было четыре или пять то но посылка была бы точно точно такая же распакую я уже в одном и следующем видео самому интересно что-то не слишком здоровыми казалось они должны быть чуть поменьше но наверное здесь большие ребра для того чтобы предохранить трафареты от какого-то скручивания или деформации в момент доставки берегите себя крепкого здоровья и пока надеюсь что из данного видео ты вынес для себя что-то полезное и поэтому не забудь поделиться данным видео со своими друзьями поставить жирный лайк это очень поможет каналу в развитии на канале огромное количество роликов по электронике два из них ты сейчас видишь на экране пока